Высокопоставленный гость полпредпрезидента в Сибири Анатолий Серышев прилетел в среду. С главой региона Виктором Томенко они обсудили социально-экономическое развитие региона, реализацию нацпроектов и злободневные темы. Обеспеченность края углем, предоставление жилья детям-сиротам, ситуацию с коронавирусом. Ведь осенью на Алтае рост заболевающих опережал среднесибирские показатели. Полпредпосоветовал губернатору провести анализ ограничительных мер и жёстче их контролировать. Кроме того, Серышев посетил завод «Ротор». Это предприятие оборонной промышленности, но в нём успешно работают на гражданский рынок. 40% продукции – это бытовая медицинская техника, аппараты для сельского хозяйства. Совместные планы Виктор Томенко обсуждалось с представителями общественной палаты. На этой неделе в правительстве состоялась традиционная декабрьская встреча главы региона и экспертов-консультантов. Это уже третья наша встреча. Это уже говорит о регулярности некой взаимоотношений, и, соответственно, работы. И, конечно же, это влияет дополнительно и конструктивно на работу общественной палаты. Год назад участники подняли 11 тем. Совместную деятельность обе стороны оценили как продуктивную. Виктор Томенко подчеркнул, общественная палата активно включалась в темы вакцинации, поддержки бизнеса, развития региона и принятия краевого бюджета. Организовывала на своей площадке слушания и дискуссии. Конечно же, и со своими инициативами общественная палата выходила. Мы прекрасно помним подход к уточнению и выходу на окончательную редакцию закона об ограничениях по продаже алкогольной продукции в многоквартирных домах. Губернатор оценила большой вклад палаты в проведение сентябрьских выборов. Работу 4,5 тысяч общественных наблюдателей организовали так, что в результатах голосования сомнений не было. А два представителя палаты прошлого созыва в этом году стали краевыми депутатами. Это признание жителями. По достоинству на этой неделе оценили коллектив краевого театра драмы. В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Звезда театрала». Символично, что такая большая победа пришла в год столетий учреждения. Во время его празднования губернатор Виктор Томенко говорил, что театр выдвинут на престижную премию. И вот финал. Глава региона поздравил коллектив и зрителей в своем инстаграм. Директор театра драмы Любовь Березина поблагодарила всех сразу после вручения. Когда мне вручали эту статуэтку, это, конечно, невероятное счастье. Счастье того, что мы поставили не точку в праздновании столетия, а поставили такой яркий восклицательный знак. Особенность этой премии в том, что победителей путем голосования определяют зрители. В номинации «Лучший региональный театр» у нас было два конкурента из Ярославля и Севастополя. Но поддержка алтайских жителей перевесила. И алтайский драматический в итоге лучший региональный театр. Анастасия Дороган. День с толком.